Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English. С вами Елена Викторовна, и мы продолжаем работать с вами над грамматикой высокого уровня. Мы проходим грамматику уровня Advanced. То есть это уже, скажем так, все тонкости и нюансы, о каких только можно подумать в грамматике английского языка. И мы с вами находимся в процессе разговора о косвенной речи. И меня интересуют данные уроки, уроки номер 35, смена времен. То есть что происходит, когда мы пересказываем какую-то информацию, чужие слова, что происходит со временами. В принципе, мы об этом уже говорили, но сегодня целый урок мы посвятим конкретно данной теме. Итак, это уже четвертый урок из категории «Косвенная речь». И давайте с вами перейдем к разговору материала. Я начинаю, конечно же, с таблицы смены времен, потому что отталкиваясь от нее, в принципе, вы уже сможете, как конструктор, играть с этими временами, ничего сложного здесь нет. Мы с вами должны запомнить, что когда мы пересказываем чьи-то слова, то, как правило, мы это делаем, строя предложение в прошлом. Он сказал, что он был в Германии. Первое. Он сказал. Второе. Он был. По-английски мы также здесь будем соблюдать прошлые времена. He said that he had been in Germany. Первая часть такого предложения называется reporting clause. He said. Вторая часть называется reported clause. That he had been in Germany. И что у нас происходит со временами? Во второй, придаточной части, при условии, что первая часть у нас в прошлом, he said, he told, he suggested и так далее, что у нас происходит? Все, что было present simple, становится past simple. He was. He did. He lived. Все, что было present continuous, становится past continuous. He was working. He was doing. Все, что было present perfect, становится past perfect. He had been. Все, что было present perfect continuous, становится past perfect continuous. Все, что было past, становится past perfect. То есть, past сохраняется, просто меняется категория. Это будет выглядеть так. Все, что было past continuous, становится past perfect continuous. He had been working. He had been playing. Если у нас были времена, то есть, в части, которую мы пересказываем, если использовалось past perfect или past perfect continuous, то мы ничего с ними уже не делаем, оставляем как есть. И обратите внимание, что таким образом самым популярным временем у нас становятся past perfect и past perfect continuous в косвенной речи, потому что present perfect и past simple ведут past perfect. Сам по себе past perfect не меняется. Present perfect continuous и past continuous ведут к past perfect continuous. И также past perfect continuous не меняется, если он был использован ранее. Таким образом, вот они, самые популярные времена эти два. Ну и past simple, конечно же, будет встречаться очень часто, потому что в основном мы пересказываем какие-то факты, которые связаны с present. Обратите внимание на эти моменты, друзья мои. Ну и по поводу будущего мы с вами знаем, что у нас will меняется на would, все остальное без изменений. Все, эту схему мы с вами разбирали ранее, я не буду подробно на ней останавливаться, и теперь давайте говорим о тонкостях. Итак, verb tense in the reported clause. Времена глаголов в косвенной речи, в придаточной части. Reported clause. Мы уже говорили с вами, что это значит. Это то, что содержит в себе пересказ чужих слов, чужой информации. When the situation described in the reported clause is in the past, when we are reporting it, we use a past tense. Итак, когда мы говорим о ситуации, которая уже в прошлом, то есть мы пересказываем какую-то информацию, связанную с прошлым, то мы продолжаем использовать прошлое. Мы используем для этого past simple, past continuous, past perfect, the past perfect continuous. Например, I don't want anything to eat. Юсуф said that he didn't want anything to eat. Я ничего не хочу кушать. Юсуф сказал, что он ничего не хочет есть. Мы видим, что reporting clause Юсуф said that. Reported clause he didn't want anything to eat. Мы видим, что то, что было don't want, превратилось в didn't want. Таким образом, present simple превратился в past simple, когда мы эту мысль пересказали. И обращаем внимание, что reporting clause у нас в past, в прошлом, said. Также не лишним будет вспомнить правила согласования времен, что, как правило, в большом длинном предложении, где главная предаточная часть, естественно, связаны, мы будем их связывать в том числе и благодаря временам, а не только смыслу. Таким образом, если в первой части у нас было прошлое, как в данном случае said, то и во второй части, соответственно, мы тоже будем использовать прошлое. Дальше, второй пример. Я ухожу. Ламар объявил, что он уходит. Первая часть. Reporting clause. Ламар announced. Вторая часть. Reported clause that he was living. Was living. Это то, что у нас получилось, когда мы пересказали фразу I'm living. Таким образом, present continuous превратился в past continuous. Ну, думаю, все понятно, уже знаем эти правила практически с самой первой книги. When the situation described in the reported clause was already in the past, when it was spoken about originally, we often use the past perfect to report it. Итак, когда ситуация, которую мы пересказываем в косвенной, в предаточной части, уже сама по себе была в прошлом, то для пересказа мы используем время past perfect. То, что я вам говорила. Past simple превращается в past perfect. We have found the missing girl. Police said that they had found the missing girl. Мы нашли пропавшую девушку. Полиция сказала, что они нашли пропавшую девушку. Ну, здесь получилось так, что мы использовали не past simple, а present perfect. Но, как видим, что оба эти времени, они, в общем-то, сигнализируют о ситуации, которая ранее произошла, поэтому они оба приводят к одному результату, к использованию past perfect, который выглядит как had и третья форма глагола. Had found в данном случае. Have found превратилась в had found. Полиция сказала, что они нашли пропавшую девушку. Тут тоже ничего сложного и нового для нас нет. Читаем дальше. However, if it is clear that one event took place before another, then it may not be necessary to indicate this by using the past perfect, and we use the past simple instead. Однако, если такая ситуация, что и так всем понятна очередность действий, то можем past perfect не использовать. То есть, если всем все понятно, что было одно действие, потом другое, и мы все это пересказываем, то логично оставить везде past, если мы говорим о прошлых событиях. Как это выглядит? I've sent out the invitations. I did it well before the wedding. He reassured me that he sent out the invitations well before the wedding. Я послал приглашение. Я это сделал прямо перед свадьбой. Он убедил меня, он заверил меня, что он послал приглашение до свадьбы. Ну, то есть, понятное дело, что когда он говорил об этом, he reassured me, в этот момент, естественно, приглашения уже были посланы заранее. Вроде бы было бы правильно сказать she, а тут о девушке, she had sent, вот как здесь в скобочках. И так же будет правильно. Но так как для нас настолько очевидно, что она послала эти приглашения до того, как сказала об этом, мы можем здесь сделать упрощение и заменить past perfect, громоздкое время, на менее громоздкое past simple. И мы с вами знаем, что очень часто такая замена происходит. По какой-то причине современный английский язык не любит время past perfect и при любой возможности он от него избавляется, заменяя его на past simple. Тоже произошло и здесь. Для нас и так понятно, что приглашения были посланы до того, как сказали, что они посланы. И поэтому можно здесь упростить времена, но и так как бы очередность будет понятна. Потому что, в общем-то, время past perfect служит именно для этой цели, выделить очередность. Когда нам и так понятно, что в каком порядке произошло, можем лишний раз это не выделять и использовать обычный past. Вот тут буква P пропала, но она тут есть past. Ну и, собственно говоря, на этом слайде все, друзья мои. Мы лишь прокомментировали вот этот блок таблицы, да. Вот эти три времени. Present simple, present continuous и present perfect. Past simple, past continuous и past perfect. Пока perfect continuous мы не касались. Дальше, друзья мои, мы с вами вспомним о том, что не всегда мы все пересказываем в прошлом. Иногда мы подаем информацию, хоть она и пересказана, но подаем ее в настоящем, когда эта информация до сих пор актуальна. Если такая ситуация происходит, то нам вообще вот эта таблица чередования времен не нужна. Все, мы о ней забываем и используем те времена, которые нам нужны по смыслу. When the situation described in the reported clause is a permanent, habitual situation, or still exists or is relevant at the time we are reporting it, then we use the present tense or present perfect if we also use the present tense for the verb in the reporting clause. Перевожу. Когда ситуация описана в предаточной части, это что-то постоянное, что-то связанное с привычками, что-то, что до сих пор существует или что-то, что имеет отношение к моменту now, то есть к моменту, когда мы об этом всем говорим, то обычно мы используем настоящие времена. Present simple, present continuous, present perfect. И также мы используем present в первой части, то есть в reporting clause. То есть мы уходим от прошлых времен и используем везде настоящие. Например, doctor where? Thanks that he spent about five minutes on a typical appointment with a patient. Доктор where полагает, что он проводит примерно пять минут с пациентом на стандартном приеме. Видим первую часть. Doctor where thinks. Thinks, да, полагает. О чем он думает, что он полагает? That he spends. Spends, опять же, настоящее время, и все это касается его обычной практики, того, как это происходит регулярно. Нет нужды здесь использовать прошлые времена. Давайте смотрим второй пример. Ученые из Америки заявляют, что они создали новую вакцину от малярии. Тут медицинские термины. Vaccine, наверное, так читается. Malaria, малярия. Ударение на первый слог. Ну и давайте смотрим, что у нас по грамматике. The scientists claim. Ученые полагают, заявляют, that they have developed, что они изобрели. Здесь мы логично используем present perfect, потому что их заявления основаны на каких-то результатах. Результат того, что они изобрели такую-то вакцину. They have developed. Здесь видите, в первой части present, во второй части present. Кстати, он лишний маячок того, как использовать present perfect. Здесь логично использовать именно present времена и past simple здесь будет нелогично. Know that the present perfect focuses attention on the result of the action, not the action itself. Ну и лишний раз напоминаем, что present perfect фокусируется как раз-таки на результатах, а не на действиях самом по себе. То есть нам нужны результаты. Есть результаты, вакцину изобрели, ура! Можем об этом кричать. Дальше, друзья мои. Теперь интересный очень момент правила, с которым, в принципе, у новичков могут возникнуть вопросы, но в синем Мёрфи мы этот момент проходили. Если вы подзабыли, сейчас мы с вами вспомним. Бывает иногда такая ситуация, что мы пересказываем чужие слова, но при этом в первой части мы используем past simple, а во второй части по какой-то причине мы используем present. Как это так получается? However, when we use the past tense in the reporting clause, we can use either a present or a past tense, or a present perfect or a past perfect in the reported clause. Такое действительно бывает. И давайте посмотрим, как это работает. She argued that Carl is the best person for the job. Либо she argued that Carl was the best person for the job. Она поспорила с тем, что Carl лучше всего подходил на эту работу. Значит, есть у нас факт. Некоторые люди полагают, что Carl отлично подходит для этой работы. Этот факт связан с настоящим моментом. Но она с этим поспорила когда-то там. Но это всё равно не меняет того факта, что многие люди до сих пор полагают, что Carl подходит для этой работы. Такой пример, мне кажется, немного спорный. Я думаю, что следующий пример будет чуть получше. Обращаю внимание, что информация о том, что Carl подходит для работы, она остаётся актуальной до сих пор. И даже несмотря на то, что она когда-то там с этим спорила, данного факта не изменила. Но в принципе мы можем подавать для согласования времён обе части в прошлом. То есть не обязательно говорить she argued that Carl is. Можно сказать she argued that Carl was. Дальше второй пример. They noted that the rate of inflation has slowed down. Или had slowed down. Они заметили, что уровень инфляции замедлился. Они, ну кто это заметил? Допустим, какие-нибудь экономисты. Они в какой-то момент заметили такую тенденцию. Тенденция в том, что уровень инфляции стал медленнее. Инфляция затормозилась. И в принципе тенденция сохраняется до сих пор. И если мы хотим подчеркнуть, что да, до сих пор эта информация остаётся актуальной, нам не обязательно использовать для этого past perfect had slowed. Мы можем использовать present perfect has slowed. И даже несмотря на то, что в первой части у нас past, мы можем во второй части использовать present, если это обоснованно, если мы хотим ввинтить вот такой вот интересный контекст. Выбор present tense настоящих времён в reported clause подчёркивает то, что ситуация до сих пор есть. То есть это до сих пор имеет отношение к настоящему. Даже уже после того, как кто-то об этом упомянул ранее. Ну и из этого пункта правил логически вытекает, что если вы не уверены, что до сих пор ситуация актуальна, то есть когда-то вы о ней сказали, вы пересказали информацию об этом другому человеку, но вы не уверены, что до сих пор это является правдой, можете уйти от present и использовать past. Как это выглядит? Ясмин сказал мне или сказала, непонятно кто это, что сказала женщина, что у неё есть два дома. То есть несмотря на то, что она сказала мне об этом ранее, я до сих пор знаю, что у неё есть два дома, то есть она их не продала. И второй пример. Ясмин сказала мне, что у неё было два дома. Я не знаю, что там сейчас, может быть она их продала, может быть у неё этих домов нет. То есть когда я не уверена, что she has two houses, что это до сих пор правда, я об этом так и говорю через прошлое. She had two houses. На тот момент точно было, сейчас не знаю. Такой вот интересный момент. И давайте этот блок на английском языке. И пояснение. Да? Ясмин told me that she has two houses. Might suggest that this is true. So I'm almost sure that it is true now. Ясмин told me that she had two houses. Might suggest either that this is perhaps not true or that she once had two houses, but doesn't have two houses now. То есть видим, что используя прошлое, мы обрываем связь настоящей. Если мы оставляем present, то мы как бы эту связь настоящим моментом сохраняем. Ну, в принципе, тоже так. Всё довольно-таки ясно и понятно. И последнее, о чём нужно сказать. Как вообще делать выбор между тем, в каком времени подавать ситуацию? Всё в прошлом или всё в настоящем? Как вообще этот выбор происходит? To report something said or thought in the past, the verb in the reporting clause is often in the past tense. То есть когда мы хотим передать информацию, которая была актуальна на момент в прошлом, то, соответственно, для этого мы в reporting clause выбираем форму past. Just before her wedding, she revealed that she had been married before. Как раз перед свадьбой она открыла нам тайну, что раньше она уже была замужем. То есть эта информация касается прошлого. Мы просто сообщаем факты прошлого. Здесь как бы present не актуально. She revealed, она нам рассказала, она нам открыла эту тайну. И при этом всё равно она вышла замуж, счастлива с новым мужем и так далее. То есть явно ситуация касается прошлого. When we report current news, opinions, etc., we can use a present tense for the verb in the reporting clause. In some cases, either a present or past tense is possible, although we prefer a present tense to emphasize that what we said is true or still relevant when we report it. Итак, когда мы сообщаем актуальные новости, какое-то мнение, актуальные факты, то мы можем для этого использовать present tense. Времена present для глаголов reporting clause, то есть в первой части нашего сложного предложения. В некоторых случаях можно выбрать или present, или past, но в принципе мы предпочитаем present, чтобы подчеркнуть, что всё-таки это всё является правдой на данный момент или всё это относится каким-то образом к моменту now. She said that she'll have to close the shop unless business improves. Она говорит, что ей придётся закрывать магазин только если бизнес не пойдёт в гору. То есть на самом деле она это сказала ранее, но она всё ещё придерживается такого мнения. То есть она не изменила своё мнение. Бизнес до сих пор идёт крахом. Она всё ещё надеется, что может быть он пойдёт в гору, но всё ещё думает, что если этого не случится, то она магазин этот закроет. Также, в общем-то, друзья, мы делаем и в русском языке, да, когда мы хотим подчеркнуть, что информация до сих пор актуальна, мы выбираем present, она говорит, что она закроет бизнес. Она же не прямо сейчас это говорит, да, она не говорит это постоянно. Ну вот мы её об этом как-то спросили, она сказала, да, закрой бизнес, если будет всё плохо. Потом мы поняли, что в принципе ничего не изменилось, мнение у неё не изменилось. То есть поэтому в русском языке мы можем использовать present, точно так же мы можем делать и в английском языке. Видим, что в первой части she says, и во второй части мы уже строим наши времена от present. She will have to close. Не would have, а will have, да. Ну то же самое мы можем, например, сказать и через прошлое. She said that she will have to close the shop, либо she said that she would have to close the shop. То есть вариант у нас здесь есть, выбирайте тот, который вам нравится. И ещё несколько подсказок, в каких случаях чаще всего для первой части мы используем present. To report information that we have been told or heard, but don't know whether it is true. Мы можем сообщать информацию, мы её слышали, мы об этом знаем, мы не знаем, правда ли это или нет, но в общем-то это какая-то информация, которая по идее должна быть relevant. I hear you're unhappy with your job. Я слышал, тебе твоя работа не нравится? Почему мы говорим мне I heard, I hear? Это даже такая, знаете, как вводная конструкция. I hear you're... Слышал, у тебя так-то дела, да? Вот этот оборот слышал. I hear. И дальше мы подаём какую-то информацию, которую мы хотим проверить, каким-то образом она как бы должна быть правдой. И вот такой вот мы используем оборот. Обратите внимание. Дальше. To report what is said by some authority. Также, чтобы сообщить то, что говорят какие-то авторитетные источники, authority, что-то или кто-то с авторитетом, также мы можем выделить этот авторитет, используя present. The law says that no one under the age of 16 can buy a lottery ticket. Закон гласит, что никто возрастом до 16 лет не имеет права покупать лотерейные билеты. То есть авторитетный источник – это закон. The law. Он гласит says, то есть дальше мы вроде как пересказываем этот закон, как будто бы надо использовать past, но здесь мы можем использовать present в обеих частях. To report what many people say. Также, чтобы сообщить о том, о чем говорят, люди говорят, мы можем использовать также present. Every teacher I've spoken to tells me that standards of spelling are in decline. Учителя, с которыми я говорил, то есть их много, они сообщают, что стандарты правописания упали, в состоянии упадка. То есть как бы, что люди стали менее грамотными. Standards of spelling. Spelling в английском языке – это правописание и правильное произношение написания слов по буквам. Запомним этот термин. Spelling. Standards of spelling are in decline. То есть уровень, стандарт. Лучше уровень, да, наверное. Уровень грамотности правописания, он упал. Он стал ниже, чем был ранее. Ну, то есть все об этом говорят. Это информация на слуху. И поэтому мы здесь используем present. Tells. So everyone tells. Все говорят. Видим, что весь блок Every teacher I've spoken to. Этот блок – это как he или she. Отталкиваемся от слова teacher. Ну и, собственно говоря, друзья мои, все, закончился наш урок на сегодня. В принципе, мы с вами все знали. И мы лишний раз подчеркнули какие-то интересные моменты, которые, я думаю, вам пригодятся. И если у вас остались какие-то вопросы по данному уроку, обязательно оставляйте их в комментариях. А я думаю, что не буду больше затягивать наше занятие. И попрощаюсь с вами. Wish you all the best in your studies. And keep improving your English grammar. My name is Елена Викторовна. Wish you all the best. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok